Денис, приветствую тебя. Привет всем. У нас очередной совместный эфир, традиционный для четверга. Техника фундамента. Обсуждаем динамику определенных финансовых активов, которые нам с Денисом сейчас кажутся интересными. Стараемся для вас, чтобы по максимуму у вас была информация и соответственно фидбэк, комментарии, пожелания, рекомендации. Все это приветствуется. Обязательно пользуйтесь возможность коммуницировать с нами. Это большого стоит для нас, потому что обратная связь, друзья, именно от вас, она прям превыше всего. Так, ну в целом, что хочется сегодня разобрать? Если ты не против, начнем давай с меня традиционно. Демонстрация экрана сразу перейду. Так, и первый актив, который у меня открыт, это золото, которое показало очень хороший рост в последнее время, вчерашняя торговая сессия, причем локально могло показаться то, что все, золото уже пошло вниз, там на тест поддержки 1800 долларов за трость полностью. Однако сейчас мы видим уже значение 1840. Те, кто следит за моим аналитическим контентом, знают то, что в отношении золота я вот уже буквально с конца прошлой недели был исключительно оптимистным, потому что пришел к такому выводу, что поскольку сейчас трудно преобладать какой-то конкретной фундаментальной идеей покупки золота, например, как страховки от инфляции, либо все-таки продажи золота из-за страха получения процентной ставки, нужно смотреть на инфляционные настроения. Он прекрасно себя отработал. Мы увидели тот рост, который должен был бы последовать, потому что это движение рынка против толпы, обычно так он и ходит. Сегодня хочу снова сделать акцент на то, что по-прежнему превалируют продажи, и в связи с этим я допускаю, что рост рынка драгоценных металлов, в данном случае золота, легко может продолжиться. Я рекомендую для тех, кто не открывал ранее длинных позиций, в принципе ничего не делал, с золотом дождаться теста, локального теста поддержки 1830 и там уже рисковать добирать с целями 1860-1870. И ты знаешь, я допускаю, что рост туда может последовать не то, чтобы в ближайшие недели, а в прямом смысле в ближайшие дни. Еще один актив — это британская валюта. Здесь чисто фундаментальный фонд, который представлен кучей отчетов, и эту статистику мы разбираем. Фундаменталисты, новостники буквально с понедельника. Потому что в начале недели был блок данных по рынку труда, в целом статистика хорошая. Вчера вышел отчет по инфляции. Индекс потребительских цен в Англии, так же, как и во многих других странах, сейчас прецеденты за десятки лет. В частности, рост до 5,4% — это максимум с 1992 года, максимум за 30 лет. Базовая инфляция для тех, кто привык анализировать все-таки более глубокие цифры без каких-либо волатильных компонентов, таких как продовольственные товары, цены энергоносителей. Базовая инфляция тоже растет и тоже на таких же максимум за последние 30 лет. 4,2% с 4. Что это значит? Это значит, что очень интересно может получиться заседание Банка Англии в начале февраля. И если, опять же, положиться на классику анализа рынка фундаментального фона при росте инфляции, при нормальном самочувствии, промышленном секторе, сфере услуг и при определенном прогрессии на рынке труда, логично хотя бы закладывать в цену возможность повышения процентной ставки. Тем более, что Банк Англии, он нам уже доказал в декабре, что он легко может повысить процентную ставку. И сейчас, в принципе, этот путь может быть продолжен. Поэтому я сторонник того, что если не будет получена ставка в начале февраля, то, по крайней мере, мы получим железо, бетонный такой аргумент, что это может произойти на следующем сезоне, что, в принципе, будет реагироваться так же, как и фактическое решение. Поэтому по фунту я еще локальный оптимист и считаю, что пара, вот подка небольшой консолидации, возможно, повторного теста поддержки 1,36 легко может нацелиться на 1,38. Так, что касается еще одного актива, это рынок нефти. Я на протяжении двух недель жду коррекцию. Каждый раз выставляю уровень отложки чуть ниже, чем недельный минимум, постоянно эту отложку подтягиваю, подтягиваю, подтягиваю. Сейчас, кстати, рубки 87,70. С вчерашнего дня вот сработал уровень, с которого я рискнул против тренда, попер. Это, скажут многие, вообще не лучшая идея, если не глупая вообще торговать против тренда. Но, друзья, ничего не могу поделать. Мне кажется, что рынок не очень сильно перекуплен и где-то должен произойти разворот. Так почему бы не поискать этот разворот прямо на тех уровнях, на которых он находится сейчас. Сделка, еще раз повторяю, очень рискованная, но зашортить там с уровнем 87,50 с коротким стопом на доллар-полтора можно с целями снижения бренда в район 82-80 долларов за баррель. Сейчас фон, геополитически связанный с конфликтом Объединенных Арабских Эмиратов и Йемена, он уже заложен в цену, инцидент на нефтепроводе из Ирака в Турцию, тоже там как бы уже не инцидент, в частности, форс-мажор как таковой уже в истории и поставки нефти восстановленной. Должна перекупленность вот эта аукнуться, в частности, и привести к коррекционной динамике, на которую я рассчитываю. Но это очень рискованная сделка. Денис, слово тебе. Так, хорошо, сейчас. Все, отлично, экранчик, думаю, видно уже. Грузится. Да, значит, что касается золота, фунт и... Нет, у меня, кстати, видно, а то у меня экранчик... Да, да, теперь видно. Видно, видно все. Хорошо, значит, что касается вот золота. По золоту просто идеально на самом деле сработали покупки, отлетели вверх. Единственный только нюанс, меня, к сожалению, немного буквально вот не достали до зоны, от которой я как раз вот планировал покупку. Дело в том, что здесь лонговый сценарий, который, ну, я уже даже не знаю, какое количество раз мы с тобой о нем уже разговаривали, что золото вот именно лонговое, лонговое будет на... в этом году. И, в принципе, я ожидал, я ожидаю хорошую поддержку для сырья. И по золоту я считаю, что тот выброс, который сделали вверх, это только начало. То есть, ну, это как бы далеко не предел. Я, в принципе, его жду на 1870. Вот, дальше уже, естественно, буду потом в дальнейшем уточнять. Ну, пока что это у меня 1870, как самый такой основной промежуточный сценарий роста. Сейчас вот цена как раз практически подошла к контрольной маржиналке. И от нее я лично жду уже начала небольшой внутренней коррекции. То есть, приблизительно вот такой сценарий коррекция вниз и снова добой вверх. Поэтому я смотрю очень оптимистично, на самом деле, на перспективы золота. Верхнюю опционную границу цена вот уже практически дошла до нее. Начали сейчас вот потихоньку вкидывать объемы. Ну, я пока на это особо не смотрю, потому что это объемы уже с нового фьючерсного контракта. И поэтому здесь они только-только начинают заходить. Но в целом тестирование вот этой области сильной промежуточной поддержки здесь очень даже вероятно. Ну и плюс ко всему, можно уже такой небольшой каналчик вверх раскинуть вот в таком виде. И посмотреть, как оно будет, золото в нем двигаться. Поэтому я думаю, что в рамках данного канала как раз у нас и будет происходить основной сценарий движения. Поэтому я тебя полностью поддерживаю. У меня тоже лонговый основной сценарий. Я думаю, вот так вот будем идти там 1870, а там уже будем смотреть, там может более глубокую коррекцию дадут или еще что-нибудь. В общем, когда придет время, мы уже это посмотрим. А пока что 1870. Что касается фунта. По фунту у меня основной сценарий лонговый. Причем лонги здесь достаточно мощные. В район приблизительно 1.38 и выше. То есть фактически вот к этому сопротивлению. Потому что если посмотреть более комплексно на всю вот эту картину, которая у нас по фунту сделана, то явно видно, что цена стремится здесь сделать перекрытие последнего сегмента. Для того, чтобы потом в долгосрок уже на текущий даже весь год, я думаю, уйти вот вплоть до 1.40, 1.42. Но это такие долгосрочные перспективы. Вот. Поэтому склоняюсь к варианту, что да, действительно будет лонговый сценарий роста в район 1.38 с копейками. Единственное, только я пока не готов говорить, это с текущих произойдет или после небольшого обновления минимум. Потому что здесь у нас очень крутая зона есть для поддержки. И я сейчас покажу, вот как будет выглядеть с позиции профильного объема. То есть у нас основное накопление, естественно, внизу было сделано здесь дольше всего цена флетела, накапливала объем. Но при этом у нас очень крупный рейтинговый объем находится вот в этом сегменте. И сюда цена буквально вот там чуть-чуть не дошла. Поэтому я думаю, если нам делать еще один выброс вниз, то однозначно он где-то в этом диапазоне там 1.35, 1.35 с половиной нужно будет откупать. И причем весьма мощно. Потому что видно, как сформирована эта зона. Это и область вращения сделана, и также вот по профилям очень хорошая поддержка. Поэтому я думаю, что здесь нас ждет очень такой любопытный будет сценарий. Поэтому хотелось бы, конечно, чтобы еще раз делали такой нырок ниже. И отсюда пошли. Но опять-таки это вообще необязательные условия, поэтому могут фактически из текущих отрасти. Ну, в любом случае, при любом расходе у меня получается именно лонговая конструкция. А по нефти у тебя бренд, у меня в этой смысл абсолютно тот же самый. Здесь, я думаю, во-первых, новый контракт у нас торгуется. Здесь уже прошел как раз ролловер на этой неделе. И я слоняюсь, что действительно уже пора и честь знать, как говорится, сколько можно расти без коррекции. Потому что если посмотреть на более-таки долгосрочные тенденции, то да, видно, что цена там сделала перехай. Причем перехай весьма значимого, существенного экстремума. При этом я тоже рискнул, так знаешь, скрипя немножко зубами войти в продажу. Можно было чуть и повыше, но я не стал вчера прям сильно здесь вот дергаться. Поэтому решил, подумал, что вот эту конструкцию как маленькое внутреннее такого крохотное перепозиционирование цена попытается сделать. Собственно, она сейчас вот его как раз и пытается оформить. И отсюда уже можно будет в дальнейшем двинуть вниз. Поэтому я думаю, что здесь у нас начинается коррекция. Предположительно, мы можем... Конечно, это за разряд догадания будет. Но предположительно, у меня получается, что где-то вот в эту область это как зонку вращения. Это приблизительно по VTi 81. 80-81. Давай вот так вот назовем этот диапазон. Плюс ко всему сюда попадает еще зонка покупателя. Она у нас вот в таком виде получается. Сейчас попробуем глянуть. В общем, к 80 приблизительно. Я думаю, здесь может произойти у нас коррекция. Ну и затем я все-таки за продолжение роста. Потому что у нас основная цель, она пока что еще не тронута. Это в районе 91 находится. У меня большие сомнения, что цена вот прям с текущих пойдет сразу сходу на 91. Потому что все-таки, как бы это не звучало, но нефти нужно топливо. Ей тоже нужно топливо для дополнительного роста вверх. То есть, соответственно, набрать объемы. Поэтому я думаю, что хотя бы один контрактик немножко откорректироваться. То есть, наподобие как это было вот здесь. То есть, дать некую коррекцию. И потом снова вот пойти вверх. Поэтому я за коррекцию вниз. И дабой уже в район где-то там 91 приблизительно в эти величины. Тем более, верхние опционные границы по нескольким следующим месячным контрактам у нас находятся как раз в районе 91. Поэтому я зарос, но через вот такую коррекцию. Единственное, только глубина коррекции. Может быть, она будет и меньше. Но я показал максимально глубокую, насколько я это вижу. То есть, в таком виде. Спасибо, Денис, за точку зрения. Ты знаешь, приятно всегда смотреть за техническим анализом и фундаментальным, когда они располагают сделкам в одном направлении. Вот в данном случае наши с тобой мнения совпали. Соответственно, это тоже позитивный момент нашим трейдерам, подписчикам, тем, кто следит за нашим контентом. Не придется метаться. Что выбрать? Фундамент, идею, либо технический. Подсигнал. Мы с Денисом соблюдаем вот такую синергию. И это приятно. Денис, большое тебе спасибо за твою точку зрения, за обширный анализ. И традиционное напутствие. Классного тебе закрытия недели. Классных выходных. И до скорых встреч. Спасибо. Супердружище, до следующей недели. Увидимся через выходные. Все, пока. Счастливо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok